Вести Карачаева-Черкесия К 200-летию республиканской столицы полностью будет отремонтирован городской дворец культуры. И в музее-заповеднике имени Марии Байчорова и Черкеска проходит выставка изделий народных художественных промыслов. Далее подробно. Руководитель региона Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснулиным. Ключевой темой разговора стала реализация национального проекта безопасной и качественной дороги на территории российских субъектов. В этом году в Карачаево-Черкесии в рамках реализации нацпроекта будет отремонтировано 43 километра автомобильных дорог и 4 моста. До 2024 года в республике будет капитально отремонтировано и приведено в нормативное состояние 50% межрегиональных муниципальных дорог и 85% дорог в Черкесии. Отмечено, что работа по развитию дорожной отрасли в Карачаево-Черкесии будет продолжена. До 1 сентября текущего года будет разработана и утверждена программа дорожного строительства в республике на 5 лет с 2023 по 2027 годы с указанием объектов дорожного строительства. Она будет синхронизирована с нацпроектом безопасной и качественной дороги. В текущем году Карачаево-Черкесия включилась в реализацию национального проекта производительность труда. К 2024 году в его реализацию планируют вовлечь 13 компаний региона и обучить инструментам бережливого производства 280 работников предприятий и республиканских команд. Участие в нацпроекте позволит компаниям повысить эффективность работы, сократить издержки производства, ускорить производственные процессы и улучшить финансовые показатели. Кроме того, предприятия, участники проекта получат доступ к льготному финансированию в рамках программы льготного кредитования Фонда развития промышленности, а также помощь в выходе на экспорт. Вместе с тем, руководители и сотрудники производства смогут пройти дополнительный углубленный курс обучения, направленный на повышение производительности труда. Первой в Карачаево-Черкесии работу по повышению производительности труда начала фирма «Сатурн». Эксперты Федерального центра компетенции вместе с рабочей командой и предприятием уже выбрали пилотный поток, на котором будут повышать эффективность с применением бережливых инструментов. Следующим предприятием, которое получит адресную помощь Федерального центра компетенции, станет строительная компания «СтройАпторг». Крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе «Кавказцемент» провел модернизацию печной линии, тем самым усовершенствовав работу вращающейся печи номер два. Объем вложенных инвестиций порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, в рамках реализации программы импортозамещения руководство завода заменило плиты иностранного производства на российские. Отметим, что от работы вращающихся печей зависит качество цемента, расход топлива и электроэнергии. Статическая решетка, которую установили на нее, улучшает теплотехнические показатели ее работы, что напрямую влияет на качество клинкера. Быстрое охлаждение клинкера на 25-30% воздействует на его структуру, а следовательно и на марку цемента. В результате модернизации увеличится часовая производительность мельниц, что сэкономит электроэнергию и другие ресурсы, а это порядка 30 миллионов рублей в год. На 12-километровом участке подъезда к Черкесску начаты работы по расширению дороги до четырех полос. Работы, развернутые на отрезки от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и набережной столицы республики. Двухполосный участок автодороги не справлялся с транспортной нагрузкой и требовало обновления. Информацию комментирует пресс-секретарь управления автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамукова. Проектом предусмотрено расширение и усиление дорожной одежды с устройством трех слоев асфальтобетона, где верхний щебеночно-мастичный. Помимо основного комплекса работ, дорожники отремонтируют 67 пересечений и примыканий. Во избежание размыва элементов дороги заменят 9 водопропускных труб и устроят поверхностный водоотвод закрытого типа со смотровыми колодцами. Встречные потоки разделят тросовым ограждением по оси проезжей части, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят 9 новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут разметку светоотражающим термопластикам. В ауле Псыж, рядом с гимназией номер 1 и дошкольно-образовательным учреждением, восстановят две площадки для кратковременной остановки автомобилей на 30 машиномест. Для жителей Черкесской и аула переустроят 8 остановок с автопавильонами и комфортными зонами посадки. Устроят тротуары с тактильной плиткой и перильным ограждением. Кроме того, смонтируют два пешеходных светофора с кнопкой вызова. В республиканской столице стартуют работы по благоустройству приоритетных объектов. Напомним, завершилось всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. От Карачаева-Черкесии в нем участвовали четыре населенных пункта. Это Черкесск, Карачаевск, Узжигута и поселок Медногорский у Рубского района. При выборе первоочередного объекта для благоустройства у жителей Черкеска была альтернатива между аллеей по улице Даватора в районе пограничного управления ФСБ и каскадной лестницей на спуске в парк культуры и отдыха «Зеленый остров». В голосовании приняло участие порядка 8 тысяч горожан и более 5 тысяч из них выбрали лестницу. Таким образом, реконструкция этого объекта начнется уже в следующем году. В частности, будут отремонтированы ступени и облицованы гранитным камнем, установят также фонари и современное освещение до самого моста. К 200-летию Черкеска полностью будет отремонтирован городской дворец культуры. Свой двухвековой юбилей республиканская столица отметит в 2021 году. Уже в следующем году на объекте начнутся ремонтные работы, а завершатся они к юбилею города. Здание общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров было построено почти полвека назад. Сегодня оно располагает концертным залом на 400 мест и залом торжеств, в которых проходят мероприятия городского и республиканского уровня. Во Дворце культуры занимаются творческие коллективы Черкеска. С 2012 года в нем располагается и городской отдел ЗАГСа. Комплекс запланированных работ включает в себя обновление фасада здания, ремонт хореографических залов, раздевалок, библиотеки, лестницы и многое другое. После ремонта здесь появится просторный светлый репетиционный зал. Полностью изменится функционал здания, проектно-сметная документация, включающая в себя архитектурные, конструктивные, технологические и инженерные решения по объекту уже на стадии разработки. Энергетики Карачаево-Чагеси за пять месяцев текущего года выполнили ремонт 30 км в линии электропередачи 0,4-110 кВт. В рамках подготовки энергообъектов к зиме специалисты заменили почти 13 км изношенного провода линии электропередач, выполнили монтаж 185 новых опор воздушных линий электропередач и заменили 130 изоляторов. Повышенное внимание также уделяется работам по расчистке просек в охранной зоне линии электропередачи. За отчетный период специалисты очистили от древесно-кустарниковой растительности около 6 гектаров. Это позволит предотвратить соприкосновение проводов с ветками деревьев во времени погоды и снизит риск технологических нарушений в сетях. Кроме этого, в распределительных сетях 0,4-10 кВт завершен ремонт 9 трансформаторов и 66 трансформаторных пунктов. Совет ветеранов МВД по Карачаево-Черкесии отправил на Донбасс 2 тонны питьевой воды для его жителей и военнослужащих. Это не первый груз с гуманитарной помощью, который собран представителями регионального министерства внутренних дел. Народный фронт в Карачаево-Черкесии предупреждает жителей республики о том, что в социальных сетях активно распространяется недостоверная информация, связанная со специальной военной операцией на Украине. Посты и статьи, порочащие честь и достоинство наших военных, разоблачаются практически ежедневно. Тему продолжит член регионального штаба Народного фронта Денис Струговцов. Хочу обратиться с предостережением к нашим людям. За последнее время, точнее за последние три месяца кратно увеличились случаи в сети интернет появления недостоверной информации. Так называемые фейки появляются как грибы после дождя, и связано это с проведением нашей страной специальной военной операции. Ложь о наших вооруженных силах поступает из специально созданных западных структур. Низкопробные фейки распространяются гражданами, либо из преступных целей, либо просто по незнанию. Напоминаю, что по новому российскому законодательству за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Прошу вас проверять информацию, прежде чем ее пересылать кому-либо. А лучше всего получать информацию из официальных источников наших СМИ и органов государственной власти. В Карачаево-Черкесии раскрыто тяжкое преступление 20-летней давности, комментирует начальник отделения информации и общественных связей МВД Республики Евгения Узденова. В ходе работы с материалами нераскрытого уголовного отдела по изнасилованию, совершенному в 2000 году, руководством отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии было принято решение провести дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, в том числе направленные на использование возможностей исследования ДНК. 22 года назад с места происшествия были изъяты биологические материалы преступника, но технологии того времени не позволили их использовать в полной мере и установить личность насильника. В совершении преступления подозревался 19-летний мужчина, который, несмотря на показания 42-летней потерпевшей, отрицал свою вину. Оперативники установили, что в настоящее время он находится в одной из исправительных колоний за совершение другого преступления. Выехав в служебную командировку, сотрудники управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии встретились с осужденным. Он, как и 20 лет назад, отрицал свою причастность. У мужчины изъяли букальные эпителии. В лаборатории экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесии провели сравнительный ДНК-анализ биологических материалов, изъятых с места происшествия в 2000 году и образцов подозреваемого. И они совпали. На основе результатов работы сотрудников уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра следователям Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии принято решение о возобновлении уголовного дела, возбужденного 11 февраля 2000 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. С июля прошлого года Пенсионный фонд страны осуществляет ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. В Карачаево-Черкесии меру социальной поддержки ежемесячную выплату беременным, вставшим на учет на ранних сроках беременности, уже получили 2250 женщин. На эти цели оригинальное отделение Пенсионного фонда направило более 60 миллионов рублей. Размер ежемесячного пособия составляет половину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. После повышения прожиточного минимума с 1 июня текущего года выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличилась до 6903 рублей. Как мы уже сообщали, онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет, рассказывает руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленные заявления с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. В городах и районах республики по-прежнему период наивыше активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. По данным регионального Роспотребнадзора, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. На сегодняшний день официально зарегистрировано 133 случая укуса клещей, 57 из которых дети до 14 лет. Следует отметить, что результаты исследований свидетельствуют о циркуляции среди иксодовых клещей на территории нашей республики возбудителей туляремии и иксодового клещевого барелиоза, т.е. лаим барелиоза. Так, в 2017 году палочка туляремия была выделена в 61 пробе исследуемого материала, а в 2018 году в трех пулах исследованных клещей из Адыгихабльского района обнаружили возбудители клещевого барелиоза. Лето – щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени. В это время года мы можем получить макро- и микроэлементы и витамины. Однако при несоблюдении элементарных норм гигиены, а также неправильном мытье ягод, овощей, фруктов и зелени, мы рискуем заразиться кишечными инфекциями и гельминтозами. Тему продолжит пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елена Покровская. В летний период актуальные вопросы качества пищевых продуктов. И на первый план, конечно, становится безопасность пищевых продуктов. Именно поэтому мы всегда говорим о том, что в летний период нужно неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Это, в первую очередь, мытье рук, это мытье фруктов, это правильная работа с детьми, обучение детей основам гигиены. Очень актуально употреблять пищевые продукты гарантированного качества. В рамках культурного обмена в год столетия Карачаева-Черкесии, Габрино-Балкарии и Адыгеи в Музее-заповеднике имени Марии Байчорова и Черкеска проходит выставка изделий народных художных промыслов, посвященная вековому юбилею образования Адыгеи, а также году культурного наследия народа в России. Выставка поближе познакомит с культурой братского региона. Здесь представлены уникальные изделия ручной работы, предметы домашней утвари, женские украшения, выполненные в технике басонного плетения и сувенирную продукцию. Ежедневно с 11 до 13 часов можно будет принять участие в мастер-классах. Выставка пройдет до 18 июня и входы для всех свободны. Ну и последняя информация. На прошедшем чемпионате и первенстве Северокавказского федерального округа сборная команда Карачаево-Чекеси по легкой атлетике завоевала 20 наград различного достоинства. В частности, 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые. Призерами стали Илья Шаповалов, Константин Челноков, Степан Перегудов, Арсен Ламков, Николай Миланченко, Елена Думин, Владислав Духин, Полина Липская, Кирилл Шикшаев и другие. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, гроза в сочетании с градами и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В горах местами плюс 12-17. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 24 градусов выше нуля. И штормовое предупреждение. В течение суток, 16 июня, местами по Республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сель и малого объема. Радио России. Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Обществу с ограниченной ответственностью в Ултам требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск-Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!